коми это потрясающая история она происходила прямо вот только что это совершенно свежая новость директор фбр бывший правда давал показания перед сенатом сша эта история одновременно ну как бы она и чудовищно на это прекрасно она чудовищная почему она мне кажется чудовищным потому что это начинает немножко напоминать уже россию я включил сегодня как раз прилетел ехал из аэропорта включил эту трансляцию это было все в прямом эфире и там прямо вот русские слова русский звучит постоянно мы знаем что русские вмешиваются наши выборы мы знаем что русские сделали какие-то плохие вещи бывший директор коми вы знаете что русские во всем этом участвовали знаю что русские во всем этом участвовали были подозрительные контакты русских там с нашими чиновниками были подозрительные контакты ну вот это уже честно говоря выглядит примерно так же как мне все время предъявляет что я встречаюсь ким-то послами навальный встречается с послами с которыми я не встречаюсь между прочим и это что обозначает это предусудительное уже выглядит криминальным любой контакт с иностранцами очень похоже что ну часть американского истеблишмента она просто взяла на вооружение все вот эти путинские приемчики при которых ну просто вот как вот у нас есть там американцы и госдеп какие-то и все вот вот эти телепропагандисты бегают с американцами из госдепом там точно так же сейчас все бегают с русскими звучит действительно дико потому что ну вот я например имел счастье и удовольствие небольшое количество времени проучиться в ельском университете и вообще всю жизнь считал что это будет большим плюсом для моего личностного роста и для моей биографии но сейчас даже часто бывает на встречах со сторонниками страшно что это дело в ельском университете как-то это подозрительно да я учился там чувак ничего этом подозрительного нет мы должны приветствовать людей которые учились в лучших американских университетах и то же самое сейчас происходит сша любой контакт с русскими он расценивается криминальный он расценивается подозрительные ну да безусловно никто не сомневается что путин и спецслужбы они взламывали эти имейлы они пытались куда-то вмешаться вмешаться они конечно будут использовать малейшие шероховатости в отношениях республиканцев и демократов для того чтобы влезть в бить клин что-то там поссорить кого-то переключить внимание на себя безусловно это происходило но степень паранойи по отношению к русским в любом виде она как-то уже сейчас совсем выглядит удивительной фантастической неправильно и мне кажется вот в среднестрочной перспективе это нанесет конечно удар по нам еще хуже чем любые санкции потому что ну просто будут бояться общаться с русскими с нашими бизнесменами с нашими представителями это будет большая проблема для бизнеса потому что вот он встречался с русскими что-то с ним не так давайте проведем расследование встречался ли он с русскими я надеюсь что вот это истерия немножко сойдет на нет тем более что я недавно разговаривал с одним корреспондентом очень уважаемый американский газета он брал у меня интервью и вот он мне что-то спрашивает он бы вранил такую фразу говорит ну как-то россия сейчас не все не очень-то интересует всех в сша я ему говорю как она не интересует ты чё я открываю газеты вижу только россия 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 трамп россия и он сказал интересную вещь такой что она интересует то всех только в дали как инструмент борьбы как механизм борьбы республиканцев и демократы как механизма понижения рейтинга трампа а собственно говоря само что происходит в россии и российская внутренняя политика она не так интересно то есть это исключительно использование внешнеполитической внешнеполитической проблем для решения внутренних проблем абсолютно не сейчас скажете ты говоришь как путин и путин по моему даже дословно произносил эту фразу но похоже конечно что во все во 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 всей этой громадной дискуссии во многом так и есть это просто борьба внутриполитических групп сша которые которым выгодно сейчас использовать без конца тему россии и поэтому вот когда я смотрел немножко трансляцию выглядело это повторюсь диковато почему это было прекрасно но вот вы видите на фотографии этого человека бывший директор фбр выступал сегодня ручку поднимал говорил клянусь отвечать только правду отвечал на самые острые вопросы довольно жестко и прямолинейно ему поставлено не сказать чтобы хамские но прям это были жесткие вопросы там у них была какая-то конечно закрытая сессия но и в открытой части его выступления мы увидели услышали все самые важные вопросы которые американское общество задает спецслужбам задает фбр и задает в частности бывшему директору фбр прямо тебя спрашивают прямым текстом а был ли такой-то человек под расследованием а что ты сделал оказалось ли тебе что тебя увольняют из-за того что ты приостановил это расследование приостановлены воли ты его какие у тебя были ощущения а что тебе шептали на ухо а скажи конкретно какую-то вещь и вот вопрос дорогие мои ютюба зрителя можно ли представить себе что нынешний директор фсб бортников или прошлый директор фсб патрушев выступают точно также перед думой перед государственной думой перед совета федерации и отвечают хотя бы на часть подобных вопросов а что на самом деле было с со взрывами в рязани учение фсб или действительно к это подозрительная вещь а что там на самом деле получилось в бесслане бессланские матери задают этот вопрос на каждом на каждой печальной годовщине этого теракта они с плакатами стоят на которых написано этих вопросах и их арестовывают и сажают на несколько суток но никто им не отвечает я бы очень был бы рад увидеть бывшего директора фсб патрушева вот в такой вот позе замечательной в госдуме где он бы ответил откуда у него дом стоимостью не меньше миллиарда рублей в серебряном бару который фонд борьбы с коррупцией нашел который заснял мы вам показывали этот дом и так далее так далее у нас этого не происходило никогда не в ельцинские времена не в путинские не в советские вообще никогда вот к чему должна стремиться страна вот к чему должна стремиться политическая система вот что означает на самом деле избранники народа которые сидят в представительном органов представительского органе извините представительской демократии и задают вопросы которые интересуют народ они хотят может быть это пропиарятся своим острым вопросом но и хорошо так устроена политика пусть пропиарится они должны отвечать неважно там спецслужбы если у них есть секретная какая-то прям информация то ну тогда в закрытой части они ответят но по крайней мере значительную часть ответов на вопросы они должны сказать вот так вот всем в прямом эфире чтобы мог смотреть любой человек чтобы сенатор или конгрессмен получив подобный вопрос от своих избирателей озвучил их там вот такая нам нужна государственная дума у нас же за все время не было ни одного парламентского расследования ни одного острого вопроса не представители не правоохранительных органов и спецслужб никогда не получали одну даже медведев приходил в думу я когда-то обсуждал на этой программе и никаких острых вопросов вообще ничего нет вот так должна выглядеть демократия и мы этого обязательно добьемся чтобы и президент и главы спецслужб они обязаны были иногда прийти и давать эти показания под присягой а сейчас вот знаете я вызывал на суд с усманова медведева и мне все пишут ну как же там не то что медведева а даже каких-то его одноклассников но это нереалистично это какая-то ерунда зачем-то заявляешь ходатайство вызове этих свидетелей а почему она не реалистично а так и должно ведь быть устроено если есть серьезное судебное разбирательство на котором громадное количество пресса это значит большой общественный резонанс должны чиновники в том числе высокого ранга и бывшие действующие приходить и отвечать вот так вот на все вопросы как зайчики и мы обязательно это будем делать